Доброй ночи! В эфире выпуск новостей в студии Лиза Сакиева. В Минске 26 августа состоится встреча высокого уровня в формате Украина-Европейский союз-таможенный союз. Президент Европейской комиссии поддержал инициативу президента Украины о приглашении из стороны ЕС для участия во встрече высокого уровня. На встречу в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка Беларусь-Казахстан-Россия будут обсуждаться вопросы, связанные с выполнением соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе. Казах сообщает, в министерствах Казахстана созданы новые комитеты. 14 упразднены. Так, в МВД появился Комитет по чрезвычайным ситуациям, а также Главное командование Национальной гвардии. В структуре Министерства финансов появился Комитет государственных доходов путем слияния налогового комитета и Комитета таможенного контроля. В Министерстве энергетики появились Комитет атомного и энергетического надзора и контроля, Комитет экологического регулирования контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Среди упраздненных Комитетов по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции, Комитет по исполнению судебных актов и еще ряд ведомств. Четверых жителей Павлодарской области арестовали по подозрению в пропаганде терроризма и экстремизма, задержанные которым от 20 до 46 лет проводили незаконные собрания, в том числе в общественных местах, на которых призывали к джихаду и говорили о необходимости отправиться в Сирию и присоединиться к поддержке истинных мусульман. В ходе проведения первого этапа учения коллективных сил оперативного реагирования взаимодействия 2014 командование КАСОР предоставило руководителю маневров генерал-лейтенанту Мурату Майкееву решение о подготовке совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства члена ОДКБ Каранье. Это государство по замыслу учения обратилось к ОДКБ с просьбой об оказании военной помощи. Маневры идут на полигоне Спасх в Караганзинской области. В ходе учения отрабатываются вопросы организации совместной операции КАСОР ОДКБ, организации информационного противоборства и ведения психологической борьбы, обеспечения кибербезопасности собственных информационных систем. С 15 по 20 сентября текущего года в Алматы пройдет 10-й международный кинофестиваль «Евразия». Нынешний юбилейный кинофестиваль пройдет под эгидой столетия великого казахского режиссера Шакена Айманова, включенного в официальный календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО. Конкурсная программа фестиваля включает в себя кинопроизведения Европы, Азии, страны СНГ. В этом году для участия в международном конкурсе поступило 170 картин. Сейчас другая полезная информация, после мы продолжим рассказывать. Но о событиях городских не переключайтесь. В эфире «Факты» продолжим. На некоторых актюбинских заправках начались избирательные перебои с бензином. Причем, если на одних не имеется 92-й марки, то на другой, к примеру, на «Гелиусе» нет 95-го. На заправках роста нефть 92-й тоже отсутствует. Но вчера вечером самый ходовой 92-й вообще отпускали только по талонам. Причины, повторяющиеся из года в год странной ситуации, причем в нефтегазовой стране, попыталась выяснить наша съемочная группа. На заправке нету бензина, говорит. Есть, там, после бед будет 92-й. Я постоянно заливаю 92-й бензин. Я 80-й. Первый раз заливаю 80-й бензин. А 95-й дороже, да? 95-й дороже. Но у меня на машину не пойдет 95-й. Есть где по талону, где без талона. За наличные расчеты. Ну, мало. Где за наличные расчеты. Вот, считанные там. Вот по городу ездим, ищем, спрашиваем. Вот заправляемся. Вас такая ситуация устраивает? Нет, не устраивает, конечно. Конечно, не устраивает. Мы с Батамши ездим сюда на заправку. Все у нас есть. Вся там таблица Менделеева. Но почему-то у нас все дефицит. Это сами делают дефицит, я так думаю. Кто делает сами? Кто? Чиновники, кто делает? Кто там наверху сидит? На этих компаний. Там эти и делают. Не мы же делаем. Мое мнение такое. Это делается у нас чьей-то подачей. Мы живем на нефти. Мы живем среди бензина, можно сказать. Почему дорожает? Я не понимаю. У нас должно быть вроде бы стабильная цена. Стабильность должна быть. А все дорого. Пока 95-й есть, будем лить 95-й. Что ж теперь сделаешь? У вас как водителя такая ситуация устраивает? Нет, конечно. Все-таки нефть наша, свое все. А почему это? Бензина нет. Актюбинская область вообще должна быть, я не знаю. Нормально жить насчет бензина. Неразбериха с бензином в нашей области длится уже второй день. Топливо на заправках то появляется, то снова исчезает. Самый ходовой бензин 92-й марки накануне отпускался только по талонам. Причем вечером на некоторых АЗС даже 95-й бензин в бак заливали всего по 20 литров. В поселках, говорят таксисты-дальнобойщики, ситуация еще хуже. Ни бензина, ни солярки якобы вообще нет. Чтобы заполнить баки и канистры, сельчанам приходится ехать в город. В общем, водители на самых популярных АЗС сегодня с утра становились в очередь, заполняя баки железных коней по факту. Дефицит бензина в нашей стране повторяется с заметной регулярностью весной и теперь вот ближе к осени. Это отлично знают и чиновники. Правда, раньше причины кризиса чаще связывались с пассивным и уборочным сезонами. То теперь все беды чиновники связывают со следующими фактами. Ситуация у нас как бы складывается не критично. Тут как бы есть небольшие перебои с поставками. Это связано с тем, что оптовый рынок нефтепродуктов не регулируется. И также это отмечено тем, что российские оптовые производители, оптовые поставщики подняли цены на свою продукцию. Для сравнения, сейчас литр 92-го стоит в нашей стране 115 тенге. В соседней России цена на него достигает 31 рубля. Местные реализаторы указывают якобы на неимение договора на поставки сырья с крупными НПЗ. Ну а те, в свою очередь, ссылаются на невыгодность реализации своей продукции. А контролировать всю ситуацию Министерства нефтегаза из-за отсутствия законодательных рычагов пока не в силах. А пока в очередях на заправках уже ходят разговоры, что это только первая волна топливного кризиса. Якобы бензин на заправках все равно появится. А вот стоить он будет явно дороже. Этого не отрицают и госслужащие. Учитывая ситуацию, складывающуюся на внутреннем рынке, и учитывая, что мы с Российской Федерацией находимся в едином экономическом пространстве, учитывая все эти факторы, я думаю, повышение не будет, я вам сказать не могу. И сказать точно, что да, будет. То есть да, возможно будет, но в какой перспективе, как это будет, как долго, я думаю. Лиза Сакива, Канат из Пагамбетов, программа «Факт». АО «Акбулак» в связи с проведением плановых ремонтных работ объявляет о временном ограничении движения автотранспорта на участке по улице Тургенева. Здесь планируется заменить изношенную трубу самоотеченного канализационного коллектора, который эксплуатируется более 45 лет. Будет перекрыт участок дороги по улице Тургенева от улицы, от проспекта Малой Али до жилого дома, с точки зрения района центра обслуживания силингационного. Данная работа связана с ремонтом на аварийном участке коллектора. Данная работа будет продаваться с 8 утра 22 августа до 8 утра 25 августа. На 3 дня будет перекрыт данную дорогу. В связи с этим, Акцент Акбулак, Акцент Акбулак, проносит свои извинения. И еще о перекрытии автодорог. В связи с работами по реконструкции уличных водопроводных сетей в ближайшие дни планируется ограничение движения с перекрытием в старой части города. Завтрашнего дня до конца месяца будет ограничено движение по улице Алтенцарина от Джанкажа-Батыра до улицы Шернияза. Также будут перекрыты улицы Айтики-Би от Уалиханова до Алтенцарина с начала следующего месяца по 8 сентября, ну и ряд других улиц. По улице Гарнизонной от улицы Пожарной до переулка Самал тоже с 21 августа по 8 сентября мы хотим работу закончить. По улице Трудовой от Краснощекова до Интернациональной будет перекрыта дорога с 21 августа по 15 сентября, участок довольно-таки большой. По улице Айтики-Би от Уалиханова до Алтенцарина и по улице Айтики-Би от Алтенцарина до Некрасова с 1 сентября по 8 сентября текущего года. Поэтому я прошу жителей города отнестись с этим пониманием. Это временная мера. Временная мера, она необходимая в плане обеспечения дальнейшей безопасной и нормальной эксплуатации всех водопроводных сетей, снижения аварийности и бесперебойного водоснабжения жителей города. Поэтому прошу извинения за причинные неудобства. В связи с перекрытием дорог движение автотранспорта будет осуществляться по параллельным улицам. В городском Акимасе сегодня также сообщили о том, что в следующем году планируется начать работы по асфальтированию дворов в старой части города. В понедельник в пункте пропуска Жайсан была задержана автомашина марки МАН, груженная лумом черного металла, а именно резанными крановыми рельсами весом около 20 тонн на сумму почти 2 миллиона тенге. Автомобиль им управлял «Россиянин». На сегодняшний день дело передано уполномоченным органам. Но с начала года в пункте пропуска Жайсан было выявлено 7 фактов правонарушений. Из них 2 связанных с пресечением наркотрафика и 5 по черному металлу. 18 августа в ПК Жайсан автомобиль сотрудниками пограничной службы комитета национальной безопасности задержана автомашина МАН, которая двигалась из Республики Астана в Российскую Федерацию с грузом черного металла, общим весом 19 тонн на общую сумму 2 миллион 995 тысяч тенге. Данная автомашина была передана Мартузским РОВД. По данному факту проводится наследственная проверка. Местному моднику, любившему обувь исключительно европейского качества и заставившего других своровать для него кроссовки, вынесен приговор. Как выяснилось, подсудимый слыл среди сверстников Дензи. При этом он знал, что обувь, которая ему нравится, европейская, есть только в спецмагазинах. Однако в силу определенных причин, будь и как была или охрана, или сигнализация, он выбирал секонд-хенды. Как отметили в суде, в первом случае подсудимый заставил трех несовершеннолетних украсть из секонда, приглянувшиеся ему кроссовки. Ребята отказались, но он для пущей убедительности выстрелил из травматического пистолета, одному из них в бедро. Во втором случае он также запугал тех же ребят. Ну и в итоге суд по делам несовершеннолетних приговорил вымогателя к трём годам и двум месяцам колонии. Полицейские продолжают формировать у оксюбинцев так называемый принцип нулевой терпимости к правонарушениям. Мобильные группы работают активно и, согласно статистике, с начала года выявлено более 72 тысяч адам правонарушений. В основном это мелкое хулиганство, но чаще всего горожан штрафуют за выброс мусора в общественных местах. Хочется отметить, что в основном молодые граждане могут бросать мусор в местах, где им вздумается. К примеру, 14 августа текущего года по улице Аблхайархана возле центрального мечети молодой человек стоял, шукал семечки и бросал шелуху на землю. В отношении данного гражданина сотрудниками органов внутренних дел был составлен административный протокол по ст. 330 Кодекса административного правонарушения Республики Казахстан за мелкое хулиганство, то есть загрязнение мест общего пользования. После чего административный материал, то есть протокол направлен в суд по решению суда в отношении молодого человека за совершение своего проступка было оштрафовано сумму 5556 тенге, то есть 3 МРП. Хочется обратиться гражданам, не сорить в общественных местах, любить свой город и уважать. Игда, ну сейчас это все факты. Спасибо за внимание. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok